Добрый вечер, друзья! Интересный способ понимания другого человека начинается с понимания эмоций, которые он транслирует. И если вы видите, что идет какая-то эмоция в сторону ситуации, в сторону вас, попробуйте прочитать тайное послание. Например, за гневом часто скрывается разочарование, обида, возможно, злость. Этот же метод можно использовать при прочтении тела. Когда вы выходите в травму, понимаете, что что-то болит, можно почувствовать, спросить, обратиться к телу, что лежит за этой болью, какое твое желание, какое незавершенное действие лежит за этой болью. Возможно, там будет лежать желание отдохнуть, прилечь, уваюкаться, или же желание, наоборот, действия. И попробуйте дать это телу. Увидите результат. То есть процесс понимания зависит от нашего умения слушать и слышать. И начинать такой процесс понимания другого важность самого себя. Попробуйте за своими эмоциями понаблюдать, что вы испытываете, что вы транслируете. Это могут быть разные совершенно вещи. Важно, чтобы транслируемые эмоции, те, которые вы испытываете, были равнозначны. Тогда у других не возникнет диссонанса. И не нужно будет за переводчиком сидеть и проверять, что вы на самом деле чувствуете. Так же понимать себя можно через тело, через его посылы, через его звоночки, через его уроки. Он нас очень сильно учит. И учит, прежде всего, слышать, быть в контакте с самими собой. Если, например, под текстом у вас всегда лежит желание отдохнуть, нужно дать это телу. Не стоит игнорировать желание. Потому что это чревато. Природа не прощает, когда мы игнорируем ее звоночки, ее голос. Пока.